МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народное Славянское Радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас 29 декабря 2015 года, вторник по одному из современных календарей, а по одному из старинных, 18-й день в месяц божественного сияния, покоя мира, шестица, 7524 лета. Напомню, что идет чертог коляды. Это означает, что можно друг друга поздравлять, можно друг уходить в гости, петь калятки и разыгрывать всякие мистерии, посвященные этому замечательному празднеству. А мы начинаем наш эфир, который будет посвящен теме «Самосовершенствование через сновидение». Главный соведущий – Всеслав Глоба. Здравия тебе, Всеслав! Здравствуй, Алексей! Здравствуйте, радиослушатели! Тема достаточно интересная, особенно для тех, кто не имеет представления, что во сне можно не только спать, но еще и можно совершенствовать себя самого, совершенствовать свой дух, душу, что-то интересное, полезное узнавать. Вот давай, наверное, мы и поговорим. Что же такое осознанное сновидение? Для чего оно нужно и как его развить? Наверное, вот этому и будет посвящена наша тема. Я согласен, но тема такая серьезная. Чтобы это не превращалось в лекцию, давай тогда, может быть, в режиме вопрос-ответ побеседуем. Давай так. Ты для начала просто расскажешь свое видение, как ты это видишь. А, естественно, я буду уже какие-то вопросы уточнять, какие-то слова буду подбрасывать. И также приглашаю наших радиослушателей принять активное участие в нашей беседе. Напомню, что вопросы мы принимаем в чате Народного славянского радио. То есть в любом поисковике вы пишете «Народное славянское радио». Дальше нажимаете на ссылку slavomir.org и ищите на сайте слово «чат». Нажали на слово «чат». Дальше, если вы еще не зарегистрированы, то придумывайте себе логин и пароль такой, чтобы не забыли его. И после этого, как один раз зарегистрируйтесь, каждый раз выводите и уже можете пользоваться чатом, задавать вопросы в эфир, также общаться с нашими радиослушателями. Так что подключайтесь и давайте побеседуем на эту столь интересную и необычную для многих тему. Итак, что же такое сновидение вообще и что же такое правильное сновидение, в нашем смысле этого слова, касаемо нашей передачи? Ну, если быть кратким, то сновидение в целом делится на три вида. Первый вид — так называемые фантазмагорические сновидения. Ну, в народе это называют бредом. Ну, с сонным бредом. Связано это с тем, что ум, разум и интеллект за прожитый день переосмысливают формально-логические данные, которые они получили. И идет взаимодействие и гармонизация деятельности левого и правого полушария. Это как в компьютере существует, скажем так, оперативная память и жесткий диск. Так вот, с оперативной памяти дневных впечатлений логического плана, ну и эмоционального плана, все это перезаписывается в подсознание в образно-ассоциативной форме. И это можно сравнить с тем, что мы подглядываем, как наш борткомпьютер систематизирует прожитый опыт и полученные данные. То есть, выглядит это как беспорядочная смена образов, ассоциаций, впечатлений и так далее. Ну, в общем, каша на взгляд обычного привычного восприятия. Но для подсознания там все очень понятно. Просто идет конвертирование образов сознания в образы подсознания. А следующий вид сна, можно так сказать, называется калейдоскопическим. То есть, идет четко развивающийся сюжет. Буквально по всем законам жанра. Боевик или мелодрама, или исторический фильм. И он увязан от и до. А потом так щелк. И совершенно другое. Но при этом увязано от и до. Это идет осмысление, скажем, нашей душой. Того, что ум, разум, интеллект перезаписал в подсознании. И она это осмысливает. Когда она это осмыслила, она переходит на следующую ассоциативную веточку. То есть, ну вот как мы иногда слышим людей образных. Они говорят, говорят, что это более-менее так вот складно. А потом какой-то знакомый образ или слово используют. А, кстати, вот по поводу этого слова. Прых! И начинают рассказывать об этом слове. И тоже очень складно. Но очень трудно дождаться, пока же они закончат свою речь. Потому что они по ассоциативным цепочкам скачут. Потому что у них такое мышление. А человек с формально-логическим аппаратом будет думать, так куда же он увел нас? Говорили там за Ивана, а он уже за Глашу рассказывает. А перед этим про Петра и Афанасия еще успел упомянуть. То есть, когда человек формально мыслит, он с трудом освеживает эти вот переходы по ассоциативным цепочкам. А душа для души это элементарно. Поэтому она таким образом накапливает свой опыт. Эти сны складные, красивые, но мгновенно меняются на совершенно другой сюжет. Вот это калейдоскопический сон. Второй вид. Третий вид — так называемые вещи и сны. Когда наши боги-предки подключаются к нашему сновидению. И поскольку мы находимся в измененной форме сознания, мир-то воспринимаем, но тело наше бездействует. И ум спокоен. Вот эта мозгомешалка ума не забивает возможность взаимодействовать с верхним миром богов и предков. И они в наш сон, как инъекцию, вводят то, что они хотят нам сказать или показать, или подсказать. И тогда эта инъекция, ну в кавычках, конечно, срабатывает таким образом, что этот сон настолько яркий, настолько насыщенный, что когда мы увидим то, что они хотели нам показать, причём с полным эффектом присутствия, то нас из этого сна вышибает, чтобы мы проснулись, и он прямо плавает перед нами, вот как живое кино в 3D. И это невозможно забыть, он остаётся на всю оставшуюся жизнь в памяти. Вот это вещи и сны. Иногда есть там наша заслуга, но если кто-то йогой занимается, другими какими-то ведическими искусствами, самосовершенствования, тогда он осознанно идёт на то, чтобы попросить рассказать или показать что-то, и ему это боги-предки показывают. А иногда, если человек даже вообще ничего не знает, никак духовно не развивается, у него это возникает, но не по его заслуге, а по инициативе богов и предков, ну вдруг ему там что-то надо срочно сказать, иначе вся жизнь его кубарем полетит, и тогда они такое благодеяние оказывают. Вот это называется вещи и сны. А вот четвёртый вид, он уже существует только у тех людей, которые занимаются осознанными духовными практиками для того, чтобы взаимодействовать с верхним миром. Это уже и есть осознанное сновидение. То есть человек переносит своё внимание из мира Яви в мир Нави, и как он был осознан здесь, так он осознан и там. Просто физическое тело отдыхает, а его душа взаимодействует с верхним миром, иногда даже с нижним, в зависимости от того, какова задача, в данном случае, посещения Нави. Ну, с нижним я никому не рекомендую общаться, это только святые люди могли себе позволить, допустим, кому-то оказать духовную помощь в Чистилище, потому что там много демонических существ, и нужно иметь достаточно духовную силу, чтобы они не навредили. Ну, это примерно как ночью столкнуться с тая голодных волков в лесу. Поэтому нужно быть с очень серьёзным, скажем так, охотником или геологом, которые к этому привыкли и знают, как себя там вести. Поэтому по плечу только людям святым. А людям попроще, скажем так, стремящимся к этому, Ну, конечно, только в светлую Навь желательно ходить, где его встретят, там приласкают, и нет, скажем, опасности, что повредится его душевное здоровье. Потому что мы все знаем, в какой палате лежат те, у кого оно повредило. Поэтому вещи серьёзные. Но с благословения, если берётся у богов и предков на такой опыт, и усилия направляются на восхождение в верхний мир, то тогда это приносит возможность пообщаться с высшими существами, со своими родичами и получить от них наставление и другую духовную и душевную помощь. Вот вкратце. Хорошо, так вкратце и сказал. Насколько я понимаю, что большинство современных людей относятся к нам именно так, как ты характеризовал первый и чуть-чуть немножко, наверное, второй, ну, совсем уж крайне редко это третий вид снов. Все, как правило, говорят, ой, какая-то там мура снилась, какая-то белиберда, какой-то кошмар снился. И не вспомню, что это такое было, но что-то такое нехорошее. Некоторые видят уже более-менее какие-то вещи, сны, и уж совсем мало людей, которые видят сны, то, что называется уже не вещи, а прям указание четко, что делать, как это делать. Да, как же нам быть все-таки с теми людьми, которые или вообще не помню снов. Вот я встречал людей, которые говорят, а мне вообще сны не снятся. Я не помню ни разу, что мне хоть что-то снилось. Я ложусь, проваливаюсь и потом просыпаюсь, глаза открываю, все, ничего не было, ничего не помню, и вообще снов не бывает. То есть для него, как для слепого, для Луны нет. Так же для него снов нет. Вот что можно посоветовать тем людям, которым ли постоянно какая-то, как ты говоришь, белиберда снится, или те, которые вообще снов не видят? Ну да, начнем с последнего, потому что это явная блокировка, блокировка мостика взаимодействия сознания и подсознания. По каким-то причинам, в детстве, в юности или в зрелости, человек поставил блокировку сам себе. Но, возможно, он это сделал подсознательно и даже не осознал этого. В этом случае блокировку надо снять. Нужно поработать со страхами и обидами. И причем серьезно. Есть очень много техник избавления от страхов и обид. Они изложены на сайте родобожия.орг в статьях и моих, и других соратников. В частности, Ярослава много об этом писала. И к калядным праздникам она предложила избавить душу от отягощающих страхов и обид. Это совершенно новая, свежая публикация. То есть, это все есть, это можно найти, увидеть, посмотреть. Я уже не говорю о том, что на сайте родобожия есть целая графа обучения, где специальные психологические тренинги этому посвящены. Кому нужно, тот найдет. А если вернуться к начатому о том, что нужно снять блокировку, то нужно рассмотреть, какой случай в жизни, во сне или наяву привел к очень сильному такому непреодолимому желанию больше такого никогда не видеть или чтобы больше со мной такого не повторилось. И этого достаточно, чтобы блокировка возникла. Особенно, если этот человек увидел во сне. Значит, он просто не будет видеть, не будет помнить. Он видит сны. Но когда он просыпается, то блокировка не позволяет перезаписать из подсознания в сознание. Как бы из той оперативной памяти в эту оперативную память, если компьютерными терминами пользоваться. Поэтому он видит, но не может это вспомнить. первый случай, когда видит всякую ерунду, то для первого и для второго рекомендация очень простая. Когда человек проснулся, то образы этого мира, если он быстро открыл глаза, напрочь смывают образы того мира, как вот волна смывает следы на песке. поэтому умные и опытные сновидцы, они никогда не открывают глаза и не шевелятся, потому что даже образы тела, допустим, отекла рука или ногу отлежал, пошевелился, оно мгновенно спило всю ту настройку, которая еще остаточно видит, как вот уходящий поезд образы мира Нави, которые он видел только что. Поэтому тихо, мирно, не шевеляясь, нужно лежать и эти образы смотреть. И если образно говоря так схватить последний из них, как вот последний вагон уходящего поезда и волевым усилием потянуть на себя, что-то как кинопленка как бы смотается к вам в архив, но в обратной последовательности. И потом очень легко будет эту пленку прокрутить в правильной последовательности. И если это делать регулярно, то нейроны, которые обеспечивают взаимосвязь сознания и подсознания, будут укрепляться, их нейронные связи увеличиваться, и таким образом мостик из тоненькой ниточки над пропастью превратится в хороший подвесной мост, по которому можно туда-сюда переходить. Таким образом человек будет легко вспоминать сны, легко их анализировал. И все же это еще неосознанное сновидение. Человек просто-напросто научится хотя бы вспоминать сны. Это как один из этапов подготовительных, можно так сказать. Да, потому что если не научиться помнить, что там было в НАВИ, пока тело лежало там и сопело, тогда вообще не о чем говорить. Но ведь не всегда то, что называется кальдоскопический сон, это является похождение в НАВИ. это может быть просто работа мозга, отработка, сброс какой-то информации, сброс нагрузки, которая была до этого днем, и вот он ночью сбрасывал себя. Так я понимаю? Это переключение в подсознание, совершенно верно. Но в чем в данном случае польза вот этого вспоминания? Все дело в том, что когда это вспоминание активно делается, регулярно, каждодневно, то запоминаются образы, которые запоминаются образы, запоминается алгоритм их деятельности и всего того, что мы для чего еще спим? Для того, чтобы набраться жизненной силы. То есть тело Жарья и Навья, в эзотерике его называют, Жарья называют эфирным, а Навья называют астральным. А мы же как матрешка и наше физическое тело, оно окутано матрешками, более вышестоящими энергетическими телами. Так вот, они немножко съезжают сторонку у малоопытных людей от физического тела, как бы выходят за его пределы и тогда непосредственно энергию Нави вбирают в себя, как мы дышим в открытую форточку, когда очень душно в помещении. Вот так оно вбирает в себе силу, чтобы утром это тело из мяса и костей снова отождествиться с ним, поднять его и начать гонять на зарядку, на работу и так далее. И вот как раз частичное вот это расслоение и позволяет частично как бы пребывать в мире Нави. И когда алгоритмы сновидения запоминаются регулярно, то в каком-то очередном сновидении, в таком же бритовом или калейдоскопическом, человек может осознаться, да я это уже тысячу раз видел, да это все уже старо, как бабушкин старый зипун, а где же правда, а что же на самом деле? И вот тут начинается уже самое интересное, потому что где же правда и что же на самом деле? Это сигнал подсознанию, а я должен увидеть, а что на самом деле в мире Нави происходит? Ну и вот это отправная точка для того, чтобы учиться воспринимать осознанное сновидение. Но на этом пути есть определенная черта. Черта перехода осознанного из нашего мира в тот мир. Черта эта непростая, потому что в обыденном сознании наш мир воспринимается как жизнь, а тот мир воспринимается как смерть, потому что основная масса широких трудящихся масс попадает в тот мир, ну если они йогой не занимаются или видовством, они попадают в тот мир, когда это тело уже превратилось в изношенный механизм. И потеряв тело, они попадают в тот мир. То есть привычно из воплощения в воплощение у среднестатистического человека восприятие мира Нави ассоциируется со смертью. Поэтому это не для слабовольных вот эти упражнения, потому что можно испытать страх смерти подсознательный, когда сознание начнет переносить свое внимание в мир Нави. И это опять же поставит ту самую блокировку, после которой человек будет говорить «А я сплю и ничего не вижу». Ему страшно, вот он и не видит. Он видит, но не запоминает. Понятно. Так, здесь уже идут вопросы и идут некоторые реплики. Давайте начнем с реплики, может быть, она нам поможет. Вот «Воин света» издательство написал, «Во сне человека забирают духовный университет и обучают там, и его замечательно, и многие из нас не помнят, когда просыпаются, что получили новый опыт, но впоследствии он разочаровывается, и мы получаем доступ к новым знаниям и умениям». Так, плачевные результаты, если астрал выходить, не освоив технику безопасности. Но у каждого, конечно, свой опыт. Несколько так скомканно, но смысл понятен. Что есть, как можно прогрессировать? Второй человек все правильно написал. У меня, например, несколько общих тетрадей списано. Именно из лекций вот этого вот, скажем так, учебных заведений в мире НАВИ. И там делались ссылки на то, что в физическом мире в таком-то году будут изданы вот такие-то книги, вы их тогда купите и прочтете и сличите, что то, что вы здесь услышали и увидели, соответствует последним достижениям исследователей, которые это публикуют. И у меня это совпадало, но разбежка была где-то лет в 12, иногда в 15. То есть через 12-15 лет я находил в физическом мире физическую книжку, где было написано то же самое. Это да, а именно так и происходит. Но нужно уметь это помнить, потому что, может, я неправильно понял вопрос, но там вроде бы человек говорит, что не помнит, что там было, а потом в жизни это как-то пригождается. это использование процентов на 20 только этих возможностей. Если тренироваться по запоминанию, тогда вы на 100% будете использовать эту возможность. Но это не ваша заслуга, нужно понять. Это помощь ваших предков. Они видят, что вы стремитесь и своей силой перетаскивают вас, ну как бы так, из-за ушка и на солнышко. То есть из постели куда-нибудь в учебную аудиторию. А чтобы в осознанно сновидение выходить, нужно очень много усилий к этому приложить и иметь достаточный опыт. И самое главное, соблюдать йоговские принципы ямы-не-ямы. То есть не навреди, будь нравственен, потому что в тот мир кого бы кого не пускают. Вспомните в русских народных сказках Баба-йога, что спрашивала уявившегося в ее избушку. Это страж мира Нави. Она спрашивала дело пытаешь или отдела лытаешь. Если она видела, что пришел зевак, она могла еще и пендель отдать. А вот насчет техники безопасности на 100% человек прав. Ее надо соблюдать даже не на 100%, а на 200% ее надо соблюдать. Я с этого и начал. Что если человек не имеет опыта и достаточных духовных заслуг от духовных практик, то в серой темной Наве он может очень сильно пострадать душевно и оправиться в соответствующую палату соответствующего заведения. Ну, там же все так ярко, красиво, и как себя остановить-то? Человек очнулся, скажем так, в том мире, вылез из этого, там намного все интереснее, там свобода, можешь передвигаться, можешь лететь, можешь перемещаться вообще скоростью света и в любое место практически залезть. Так хочется всего новенького узнать. Вот как себя остановить? Ты сейчас описал классический пример не осознанного сновидения, а управляемого сновидения. Его можно отнести к классу калейдоскопических снов, но на который можно влиять усилием воли. То есть человек заказывает себе мультик и смотрит не тот калейдоскоп, который разглядывает душа, подытоживая полученный жизненный опыт, а он смотрит тот мультик, который он хочет. И он тоже очень классный и по сюжету выверенный. Это называется мультик на заказ в нашей терминологии. То есть человек ни в какое мир Нави не выходит, он внутри своей ауры пребывает и это похоже на посещение кинотеатра с фильмом в 3D. И там есть и высокие миры, и борьба с инопланетянами, и уничтожение демонов, ну все, что хочешь. Но это просто красивые мультики на заказ в пределах собственной ауры. Хорошо, но все-таки вот тогда получается, если мы отделяем котлеты и мухи, мух от котлет, то в этом случае мы должны понимать, что одно дело, когда человек заказывает что-то, ему показывают картинки, а другое дело, когда он все-таки реально выходит и реально начинает что-либо делать. Вот как определить, находится ли он в кинотеатре или он сам уже является режиссером, который сам снимает фильм, сам пишет сценарий для того, чтобы какие-то там навыки получить, сам выбирает путь, где туда проследовать, какое место, и потом уже как вернуться. Вот как отличить? Отличить очень просто. Нужно уметь осознаться, а сплю я или не сплю. Для того, чтобы осознаться, обычно рекомендуется вот такому заказчику мультика заказать определенный образ, которого никаким образом не может быть в действительности. Например, что там, например, летающего розового крокодила там с цветочком в зубах. И человек точно знает, что если перед ним сейчас пролетает розовый крокодил с цветочком в зубах, то уж точно он спит. И тогда нужно волевым усилием осознаться. Так, так, хорошо, это сон, а что же на самом деле? И вот наблюдать за последствиями. Либо сон перепрыгнет в виде обманки в другой сон, как бы он увидел, что на самом деле. Либо он начнет видеть, что туман рассеивается, вот этот сон, как туман рассеивается, и он что-то видит в мире НАВИ. А техникой безопасности является молитва перед сном. Как минимум, а еще лучше и крест Будды перед сном. Иначе будет, как рассказывал ведоман Ледогор. Он в определенном месте выходил в НАВИ. К нему явилось, скажем так, светлое существо, я не буду говорить кто, потому что я не спрашивал у него, можно это рассказать или нет. Явилось светлое существо, я сказала, вот в этом месте, ну скажем так, на этой акупунктурной точке Земли, лучше в НАВИ не выходить. А он решил проэкспериментировать и начал выходить, но очень осторожно так и по чуть-чуть выглядывая, что его там ждет. А его там ждали такие демонюки, что он сразу понял, если он только высунется, там ему голову и свернут. Поэтому он аккуратно-аккуратно обратно как бы вернулся и поблагодарил это существо за то, что он его вовремя предупредил. Побегу-ка я к себе в деревню, пока не наваляли. Хорошо. Так, давай-то будем пользоваться вопросами наших радиослушателей, поскольку они поступают достаточно красивые и по теме. Вот Владимир задал вопрос. Владимир как возвращаться, как далеко можно безопасно уходить. Я могу сейчас поставить музыкальную паузу, тем более, что здесь осталось несколько секунд до нее, и ты как раз начнешь отвечать после музыкальной паузы. Доброе. Хорошо, ставлю музыкальную паузу. В эфире Народное Славянское Радио. Добро пожаловать. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей 29 декабря 2015 года вторник, по одному из старинных 18 день месяца белого сияния покоя мира 7524 лета и мы говорим о самосовершенствовании через наведение главный сведущий Всеслав. До того, как я поставил музыкальную паузу, в эфир прозвучал вопрос от Владимира Измыч-Тищ. Расскажите, пожалуйста, про технику безопасности при выполнении сновидений, как возвращаться, как далеко можно безопасно уходить? В самом вопросе содержится не совсем верное понимание техники безопасности сновидений. Но в данном случае я рассматриваю только осознанные сновидения, потому что мультики на заказ скажем так в моем окружении не рассматриваются. Это вот как шутит ведоман ведогор это называется ментальный анонизм. Рассматриваются только осознанные выходы в навь. То есть нужно понимать, что такое слово сон. Сон это с он, а он это Всевышний Прародитель. То есть это нахождение наедине с Богом. То есть это выход нашего навьего тела, а если опыт есть, Клубьева, а если больше опыт, то Колобьева, а если ещё больше опыт, то Дивьево тело, то есть души из физического тела. И взаимодействие с божествами, родоводителем своим или хотя бы тем предкам, которые присматривают за правильностью вашей эволюции в явном мире и взаимодействие с ним. То есть правильный осознанный сон это не то, что обычное принято понимать под словом сон. Вот варианты этих мультиков мы рассматривали. Это прямой контакт. И в нём, скажем, это настолько сознание яркое и мощное, что человек понимает, что о, так вот на самом деле я сейчас бодрствую. А вот то, что было днём, это бредовый сон по степени осознанности. То есть днём у человека активно 3-5 процентов коры. Только коры, только больших полушарий, только головного мозга. А когда человек выйдет в тонком теле из физического тела, у него там сознание работает на 100 процентов как минимум. Ну в том теле, которое я упомянул, потому что каждое высшестоящее тело имеет большие возможности и способности. Но в любом случае это вот как сравнить в фильме «Аватар», когда вот этот хлопчик, десантник бывший с параличем ног, перенёс своё сознание в искусственное тело вот этого существа Нави на планете Пандора. И как он ярко весь мир это увидел. Вот так это же ярко видится мир в реальной Нави. То есть тот, кто писал романы, тот, кто снимал фильм, они были в теме. Поэтому техника безопасности заключается не в том, куда пойти, куда податься в мультике, а вопрос похожий был именно про мультик. А техника безопасности в том, чтобы заручиться благословением и поддержкой свыше от Всевышнего и от Бога твоего покровителя и с Ним взаимодействовать. Вот это техника безопасности настоящая. А в мультике куда бы ты ни пошёл, ничего с тобой не случится. Ну в одном случае испугаешься, а в другом случае понаслаждаешься. Но это всё мультики. Понятно. Скажи, пожалуйста, ну а зачем вообще нужно осознанное сновидение применять в жизни? Ведь есть техники, когда человек находясь в бодрствующем состоянии, может себя вводить в состояние, скажем так, автотренинга или релаксации и выводить своё сознание из яви в нафи и спокойно там перемещаться, при этом он будет находиться здесь, его тело, а сам он будет находиться там. И получать оттуда информацию, мало того, ещё можно использовать технику самописной ручки, когда лежит листок бумаги и человек пишет то, что ему диктует, то, что он видит, наблюдения свои. И потом, когда возвращается, тело оживает и он читает всё, что написано. Ведь с точки зрения практики написанное гораздо проще воспринимать, нежели чем вспоминать то, что там видел твой дух или твоя душа или твоё сознание, когда ты спишь. Вот я могу тебе так ответить. Вот первое, что ты описал, выход из тела, вот это и есть на самом деле осознанное сновидение. То есть видение Всевышнего или видение какого-то божества, прямое, непосредственное, при выходе из физического тела, а не те мультики, которыми принято называть сны. А второй случай, в общем-то, такая штучка непростая, можно сказать, склизкая, потому что можно получить диктовку от божества, а можно получить диктовку от демона. Да, это понятно. Я понял тебя здесь, как раз я имел тот момент, что человек выходит из тела, перед ним, то есть остаётся связь, чтобы рука могла, ну как вот аватар, чтобы управлять своей рукой, он не думает, что он пишет, он просто там находится и получает информацию, а здесь как самописец работает рука, и он знает, куда он попал, что он попал, то есть вот он вышел туда, он контактирует, или он там берёт информацию напрямую из какого-либо хранилища, вот, и потом обратно возвращается и видит написанное, написанное, может быть, даже не совсем привычным почерком, какие-то, может быть, символы там дополнительные появляются, которые в обыденной жизни сейчас не используются, вот про что я имел в виду. Конечно же, если он просто, как есть такое, там, такой-то, такой-то, расскажи мне там о том-то, да, и глазки закрывает, а рука сама пишет, это понятно, мы это тоже не рассматриваем, это очередной, даже не мультик, а это ещё может быть более прикольно, когда тебе кто-то там прикалывается, издевается над тобой, а ты это воспринимаешь как сущую правду, и потом всем бегаешь, показываешь, вот смотрите, я получил там контакт от Бога, или от ангела, или от какой-то сущности великой, это мы не рассматриваем, просто для чего, для чего именно нужно использовать время сна, когда можно бодрствуя себя вот так вот посадить, ну, там кто-то в позе лотоса любит, кто-то просто коленочки там на корочках сидит, кто-то ещё, как неважно, главное, чтобы тело было спокойно, его ничего не беспокоило, и вот выйти, вот в чём здесь существенная разница, почему именно лучше использовать время сна, а не занимать время днём, например, на релаксацию, такого плана, глубокую релаксацию, выход из тела? Потому что в соответствии с здравомыслием время бодрствования нужно использовать для обретения опыта в мире Яви, а когда тело, скажем так, устало, и оно в любом случае треть своей жизни проводит во сне, то вот в эту треть своей жизни продолжать так же активно эволюционировать только уже в верхних слоях мира Нави, светлой Нави. то есть использовать максимально свои возможности днём через физическое тело, ночью через Навиа, для опытных клубей Экология и Диви. И было бы не здравомысленно дневное время проводить закатки в глаза, скрутившись, скрутивши коленки. А жена, дети, а упорядочивание пространства вокруг тебя и так далее. Ну, хорошо, но есть же ещё школа, где не только во сне учатся, дети ходят в школу, сидят за партами, над ними там издеваются, и они же, ну, никто не возражает против этого, ходят и ходят. Так бы, например, бегали бы они днём, а вечером приходили бы, раз ложились, и проходили бы все школьные уроки, утром просыпались уже умные, ну и побежали дальше там делать, играть. Есть маленькое но. До 33 лет, пока физическое тело не наберёт полный свой потенциал, то повышенная чакровая активность, с которой связаны осознанные выходы за пределы физического тела, не рекомендуется. Можно спалить те органы, которые являются физической проекцией определённых чакр. Например, я несколько раз подпаливал печень как на сковородке, потому что лез в Мирнави с помощью третьего глаза в период с 15 до 28 лет активно. Вот у меня в это самое, в дверь, а я в окно, у меня в окно, а я в дверь. Подпалил печень по глупости от юношеского максимализма. Потом долго приходилось её восстанавливать. Вот после 33 это безопасно. Ну, если, конечно, с умом это делать. Понятно. Давай дальше посмотрим, какие вопросы поступили. Павел Режанин. Вопрос Сеславу. Сеслав, здравия желаю. Значит, ситуация такая. Девушка из России учится во Франции, ну, а я в Риге живу и возможности не стремиться к мечте своей, но, то есть, к ней. Долг перед родом я очень стараюсь выполнить. В общем, скажи, дорогой, позволят ли мне боги и предки в Навьем теле к ней слетать? Я один лишь раз летал на Митете над океаном. Это было так легко и благостно. Сеслав, что мне делать, чтобы к ней слетать в Навьем теле? Вопрос, конечно, задан самоуверенно, но прошу ответить. Ты ведь ведун? Попросить благословения богов и предков. Если есть на то их воля и если моя карма, это я как бы за тебя формулирую, если моя карма на то, скажем, достаточно благостна, то прошу вас прокатить меня, потому что сам я еще не умею. Если бы ты умел, ты бы уже давно это сделал. Но у меня теперь встречный вопрос. А зачем? Вот есть притча, значит, один там отшельник просидел в лесу, значит, в медитациях там и аскезах пол своей жизни, потом вернулся в родную деревню и его спрашивают, ну чему ты научился? Вот мы тут деревню заново отстроили, там детей воспитали, там привили им хорошие качества, они теперь достойные люди. Вот у нас внуки растут. Мы обрели жизненный опыт. А ты чем, скажем, можешь с нами поделиться? Он говорит, ну а я научился этому. И берет, значит, по воде, на другую сторону реки, перешел и вернулся обратно. и люди так смотрят на него и спрашивают, и это ты полжизни угробил на то, что у лодочника стоит три рубля. то есть, надо задать вопрос. Я хочу закончить свое выступление. Для этого есть скайп с видеофункцией. злой ты. Злой. Человек так надеялся, а ты взял и обломал. Не, ну почему обломал? Я же ему объяснил и первый вариант, и второй. Можно и так, можно и это. Не, просто я немножко не понимаю, зачем лететь в каком-то теле, ну, Навин, да, например, для того, чтобы встретиться. Ведь, если ты хочешь как-то получить контакт, ну, это достаточно на мысленном уровне, послать добро, а добро вернется. А если ты хочешь увидеть, ну, подключи видео, скайп на самом деле, в конечном итоге, там, ну, письмо напиши или что-то еще. А если уж ты хочешь общаться так, как в яе общаются нормальные люди, так в теле, то, что называется, то в этом случае надо общаться в теле, не надо никаким средствам другим доверять, ни компьютерным, ни каким-то еще. Ну, я примерно это и хотел сказать. Очень злые мы с тобой. Злые мы с тобой. Ну, вот смотри, я приведу личный пример. У меня, когда была там очередная большая светлая любовь, я абсолютно точно знал, что она прямо сейчас делает и где она прямо сейчас находится. Когда я сомневался, я звонил и спрашивал, а вот это так, а вот ты это делаешь, а вот ты вот это чувствуешь. И она говорил, да, да, да. А я думал, что это только я так умею. Хороший комментарий, скажем так. Ладно, хорошо. Аркуинон, вопрос в эфир Всеслава. Первое. Время от времени снятся сны, которых или готовлюсь к экзаменам, или уже сдаю их. Порой даже пишу какие-то формулы на доске. Иногда запоминаю часть записанного во сне. Как это можно толковать? Некоторые названия снов искал в интернете, но безрезультатно. Именно об этом мы говорим от начала эфира до сейчас. Нужно научить отличать какой это сон, и тогда будет понятно мультик или не мультик. И научиться хорошо, чётко всё вспоминать. Дальше вторая часть. Во снах часто поднимаюсь по лестницам, дорогам или иным объектам, потом спускаясь пешком или не касаясь земли. Как бы планирую над поверхностью, что бы это значило? Это значит, что идёт ощущение проекции разотождествления явного и навного тел, а всё остальное образно-ассоциативной цепочки в виде изображения. На самом деле человек чувствует, что он расслаивается, а потом снова отождествляется. Но это нормально? Так это будни каждой ночи для всех. Просто кто-то чувствует, а кто-то не чувствует. Дальше вопрос от Владимира Матич, можно ли в сновидении подвергнуть ца атаке неведомых сил или существ? Что делать в таких случаях? Ну, мы уже об этом говорили, что можно. В этих случаях нужно ещё раз повторить, просить благословения на сон гребдущих богов и предков, защитить и охранить. И плюс делать крест Будды перед сном. Поясни тогда, что такое крест Будды, чтобы наши радиослушатели имели представление? Ну, это одна из самых распространённых и самых простых духовных практик, когда человек желает мира, любви и благости всем живым существам Вселенной впереди, слева, сзади, вернее, по часовой стрелке впереди, справа, сзади, слева, сверху и снизу. И тем самым отправляя это благожелание, он по горизонтали добивается встречного ответного такого же отношения к себе существ ему равных по уровню сознания. Свыше он получает благословение, а сниже от демона он получает перемирие, потому что порцию любви он добровольно отдал. Если человек это делает на вечерней зорьке, значит, перемирие доутренней действует. Это соответствует их кодексу чести, который они не нарушают, потому что если нарушат, получат нагоняя от начальства. Если он сделал это на утренней зорьке, то действует до вечерней. Делал на вечерней, действует до утренней. Вот в этом случае как бы не так опасно соваться в мир нами. Хорошо. Следующий вопрос от соратника. Во сне чувствую, что сплю. Пытаюсь проснуться и не могу. Испытываю сильный болевой эффект. Это нормально? Ну, это, видимо, карма догоняет. И нужно работать со своей кармой. Это методики очень разнообразные. По радио это не объяснишь. это происходит в общении. Выясняется куча дополнительных вопросов. И видят человека в глаза, что у него там творится. Можно что-то реально ответить. Так, хорошо. Дальше. Виталий, здравия всем. Вопрос в эфир. А что же такое кошмар? И бывает ли так, что во сне видим шоковую ситуацию? Ну, кош это накопление, скажем так, собирание, уплотнение. А Мара это великая богиня, которая для воинов там, скажем, светлая, а для еще недоросших до воинов темная. Вот. То есть, это концентрированная, скажем, концентрированный страх или концентрированная смерть. Ну, я имею ввиду этимологию слова кошмар. И мы уже говорили о том, что люди не готовые к взаимодействию с Навью, они попадают в ее нижние слои и видят все эти прелести миров чистилищ. Это все бывает либо от негативной кармы, либо от негативных мыслей. И боги-предки иногда разрешают демонам напомнить человеку, как надо жить, чтобы свято быть. В виде такого звоночка в театре перед началом представления. Сначала первый звонок, потом второй, потом третий. Вот это можно расценить как один из звонков. еще надо понимать, что кошелек, соединение, куда что-то складывается. Кошмар, а еще есть кошмар. Это немножко другое, там пожестче все с вами будет. Так, давай дальше посмотрим. Вопрос в эфир Владимир Матич. Соединения у каждого свои или существует вселенная сновидения? Какова структура этого мира сновидений? Существует ли прибежище для людей во вселенной сновидений? Ну, сама постановка вселенной сновидений как-то не соответствует действительности. Вот есть вселенная физическая, которую мы худо-бедно знаем с помощью учебника по астрономии. А есть вселенная мира Нави. Она наиболее, скажем, слои приближены к физическому миру, похожа на его энергетическую матрицу, как вышестоящую, так и нижестоящую. Но чем на вибрационном уровне мы дальше отделяемся от физического мира, тем мир Нави все более и более не похож на физический мир и увеличиваются мерности, которые мы воспринимаем. 5 мерностей начинаем воспринимать 6, 7, 8 и так далее. Ближайший гармоничный мир это 16-мерный. Это уже мир легов. А 32-мерный мир орлегов. То есть берите книгу Славянодийские Веды, не помню, по-моему, английский. Или книга Света. Да, книга Света. Это второй том. И там объясняется мир Нави по-восходящей. Там столько мерностей. Но это миры скажем высших существ. И причем тут сны я не очень понимаю. Хорошо. Ну я имел ввиду сны в привычном понимании слова. А в нашем понимании сны это нахождение со Всевышним наедине. А вот в какой мир вы попадете и что вы там увидите зависит от уровня вашего осознания. То есть допустим человек стремящийся к святости он получает возможности выхода в осознанные сновидения и взаимоотношения с небожителями так же как ребенок научившийся сначала ползать а потом ходить получает возможность выйти за двери своей квартиры в окружающий его мир. Но техника безопасности будет соблюдаться в том чтобы он переходил дорогу четко на зеленый свет светофора не совал там скажем ногу или пальцы под работающий экскаватор и так далее и тому подобное и в мере его взросления он более адекватно в явном мире себя осознает и то же самое относится и к миру Нави. То есть на первом месте должны стоять духовные практики которые позволят вам созреть для того чтобы эти возможности стали для вас эволюционно естественными. У меня был опыт когда я недозрел пытался эсотерические отмычки использовать открыть третий глаз подгляднуть мир Нави юношеский максимализм помножено на любопытство но я уже говорил что я подпалил себе печень и другим не советую то есть вот как в 12 стульях сначала деньги потом стулья то есть сначала духовные практики и накопление кармических благодеяний и эволюционной возможности а уже потом осознанное сновидение Хорошо здесь вопрос больше напоминал знаешь про такую империю не снов империя кинематографа такой Голливуд где вот снимаются фильмы а здесь снимаются сны для людей мы в самом начале уже объяснили что есть мультики где заказываешь какой-то сон и твой мозг выстраивает что-либо или кто-то тебе сбрасывает чтобы твой мозг что-то выстроил а есть реальный выход когда твоя сущность твое сознание выходит из тела и встречается с тем с кем необходимо встретиться поэтому на самом деле трудно ответить на этот вопрос если мы не осознаем что есть осознанное сновидение а что есть просто мультик про который говорил Сислав хорошо дальше Анубис вопрос эфир разве можно без осознанности заниматься сновидениями ибо без мощного осознания себя у человека забирают энергию ну мы уже об этом только что рассказали дальше и еще раз извини еще раз напомню что если человек недостаточно осознан ну допустим можно попытаться жить здесь и сейчас в течение дня и замечать допустим сколько человек прошло там мимо тебя сколько в какой они одежде были одеты какие машины какого цвета с какими номерами там вот сейчас за последнюю минуту проехали мимо тебя вот если все это прекрасно воспринимается и помнится значит человек осознан а если все это дискретно урывками значит то человек и даже в явном мире недостаточно осознан и в данном случае вопрощающий на 100% прав поэтому еще раз повторю сначала духовной практики потом сновидение иначе вот такой вот интересующийся а я нарвался несколько раз серьезно он рано или поздно встретится ну в лучшем случае с бабой йогой которая задав вопрос дело пытаешь или от дела пытаешь а в худшем случае с каким-нибудь демоном охраняющим определенные там локу то есть локализованное пространственно-временное образование в мире нави и он там может надавать так не слабо ну представьте что вы в явном мире полезли через забор на охраняемый объект и вам там навешали сторожа поэтому нужно соблюдать здравомыслие а оно возникает когда человек занимается духовными практиками не совершает благие поступки то есть не имеет отрицательной кармы понятно и еще перед перерывом буквально пару минуточек попробуем ответить Виталий вопрос эфир как очищать мозги или разум от ненужного анализировать день в идеале вести дневник если скорости темпы жизни не позволяют то хотя бы перед тем как уснуть прокрутить эту киноленту и отметить для себя где ты извините за выражение облажался это мягко выражается в течение дня а где ты нормально поступил а где ты как бы поступил очень хорошо и таким образом попросить у богов предков прощения за то что ты скажем так опростоволосился вот и пообещать что больше такого ты постараешься не допустить вот если это делать регулярно то тогда все будет ну скажем так вести потихонечку со ступеньки на ступеньку в плане нашей духовной и нравственной эволюции хорошо напоминаю что принимаем вопросы мы из чата чат находится на народном славянском радио то есть сайт славмир.орг дальше ищите слово чат нажимайте на него если еще не зарегистрировано то регистрируйтесь логин и пароль лан придумайте такие что потом не забыть это делается один раз и потом вы сможете пользоваться им постоянно входя по этому логин и паролю общаться со своими друзьями в чате и задавать вопросы живой эфир если он идет если вдруг вы хотите задать вопрос кому-то из участников эфира но эфира нет то в том случае есть форма обратной связи в которой вы можете найти человека которому хотите задать вопрос и дальше выбрать его и написать сам вопрос приходит к нам на почту и при возможности мы этот вопрос в эфире зададим теперь пора нам переходить на музыкальную паузу что я и делаю и дальше после нее продолжим отвечать на вопросы наших радиослушателей Вы слушаете Народное Славянское Радио Продолжаем разговор продолжаем разговор на Народном Славянском Радио напомним что сегодня на календарике современном 29 декабря 2015 года вторник на одном из старинных 18 день месяца белого сияния и покоя мира шестится 7524 лета чертог коляды идет так что кто еще не успел поздравить друзей поздравляйте кто не колядовал тоже можете позабавить себя и других а мы разбираем тему самосовершенствования через сновидение главный сведущий Всеслав также я смотрю по карте где нас слушают очень активно центральная часть России Западная Европа Германия Франция Украина ну и так далее и даже нас слушают в Америке так что всем привет вот мы продолжаем задать вопросы естественно что я вопрос буду зачитывать но если мы на него дали ответ или это вопрос ну скажем так очень поверхностный и тоже в принципе ответ уже был даден то в этом случае я прошу Всеслава просто отвечать да ответ уже был дан поэтому давайте чтобы не будем затягивать переходить сразу будем к следующему итак Арковинон вопрос в эфир есть ли связь между проблемами со зрением ношения очков в явном мире и расплывчатыми снами как это преодолевать то есть навести резкость хотя бы во снах ответ простой это психологическая установка которую можно сформулировать примерно так я не хочу это видеть нужно скажем так не кокулисту идти к психологу и снять эту установку либо самостоятельно позаниматься могу посоветовать курс профессора Жданова коррекция зрения он идеальный дает и психотренинги и аутогенную тренировку и физическую тренировку на снятие вот этой проблемы потому что вот как раз и в яви и в нави вот это вот расплывчат то есть говорит о том что стоит подсознательная установка я не хочу этого видеть нужна ее обра хорошо Данил за этот вопрос что снился сон где он оказался в таком же мире как и обычно только мог летать подобно ангелу в общем летал все замечательно все прекрасно все пейзажи видел но как только оказался рядом слеп то его так приложилось что он в общем-то летать не смог и после этого были неприятные ощущения и происходило некое забвение такой сон снился 2-3 раза что это такое предупреждение тонкий намек что ЛЭП это небезопасно не только в мире Яви но и для Нави либо это наблюдал всего лишь навсего в одной из параллелей мира Яви насколько мне известно электровоз идущий электровоз прожигает в мире Нави дыру в радиусе 50 метров то есть получается он прожигает тоннель в мире Нави мощным техногенным электромагнитным полем вот из этого делайте выводы да приближение к техногенным источникам энергии нежелательно потому что они разрушающие действуют на благостные вибрации тонких миров то есть это было предупреждение или что не надо к ним в мире Нави подскакивать или это вообще предупреждение что давайте от этих технологий будем отказываться как ты думаешь ну и второе сто процентов да а первое нужно видеть человека в глаза и тогда можно сказать он вообще мультик видел и у него было ассоциативные цепочки что если в физическом мире ну как вот шутят там эти мальчишки недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах может у него это ассоциации такие были а может он действительно в Нави им теле приближался к техногенному какому-то источнику разрушительного электромагнитного воздействия это только индивидуально можно определить но еще опять же к началу нашего разговора давайте такие вопросы поменьше задавать а задавать более конкретные которые касаются как и что делать когда и как вообще выходить в осознанное сновидение Малюта Максим добрый день суток раньше я мог летать во сне но в последнее время это мне дается с трудом а вот телекинез без проблем что бы это могло значить из той же серии то есть надо смотреть индивидуально или как или что-то ответим ну скажем так если человек реальным телекинезом обладает и действует то он всю энергию вбухивает в это дело а у него просто не хватает энергии на осознанное сновидение но в данном случае можно использоваться скажем народной мудростью и советами скажем так святых людей они сформулированы таким образом да не будет занятием мудрого бесполезное возмущение стихий это я про телекинез понятно понятно хорошо дальше оно без вопросов эфир просветленные мастера учат что во сне нужно не играться а проводить практику нидра йога растворение всех форм что скажете об этом а зачем для этого во сне это делать это можно делать и в явном мире это один из скажем основных постулатов пхакти йоги то есть йоги любовного преданного служения всевышнему прародителю все есть только всевышний прародитель в разных формах и видах проявления род небесный в разных ликах и нужно растворять скажем так свое ложное эго в истинном я всевышнего и тем самым взращивать свое истинное я дальше опять же вопрос идет от Владимира Змытич который мне кажется не совсем подходит для нашего эфира почему потому что здесь надо все индивидуально вот опять же возвращаемся индивидуальность это то что определяет многие факторы и пояснения к этим факторам поэтому общие вопросы задавать наверное смысла нет дальше Михаил у меня периодически бывают ощущения как будто со мной происходили события которые бывают в обычной жизни яви причем я помню все фразы движения обстановку но конечно результат в жизни по сравнению с ощущением уже бывшего в этой ситуации как-то корректируется как мне кажется в хорошую сторону что можете сласкать по этому поводу миллион ответов либо есть опыт восприятия параллельного мира где не совсем соответствуют итоги каких-то действий этому миру либо это дежавю вот то что принято называть либо это ну скажем так тестовые ролики которыми проверяют еще боги и предки нас во сне и если мы скажем сдаем зачет на нравственно-этические там или умственные или душевные качества результат один если не сдаем результат другой это очень индивидуальные вещи как можно сказать заочно что именно там и как да вот еще раз повторяю давайте поменьше таких вопросов которые надо смотреть четко разбираться так опять вопрос такой о мультике нас чему-то учат и так далее и тому подобное иногда такие посмотришь что инфаркт можно схватить заранее благодарю ну опять же для чего этот вопрос задается ну посмотрели что вы по телеку посмотрели там фильм ужасов да или мультик ужасов что во сне или прокатали Аполь тот же самый эффект мы говорим давайте жить дружно да мы говорим об осознанных сновидениях давайте касаться этого я конечно вопросы зачитываю стараюсь но как-то непонятно такая возможность поговорить о осознанных сновидениях мы все время про мультики говорим так это вопрос уже был прошу не повторяться вопрос в эфир Василий Васильевич пожалуйста подключайся потому что вопросов идет много я зачитываю параллельно сбрасываю сюда вопросы так вопрос в эфир получает следующее что погружение осознанной сон путешествия или сон обучения зависит как минимум от пространственного временного фактора места времени засыпания в одном или смежном состоянии невежества страсти благости кроме того должна существовать веда литература документация по вводу себя в осознанное сновидение прокомментируйте пожалуйста литературу по самообучению по вводу входу в осознанное сновидение если же вам она известна и вполне безопасна благодарю за ответ ну литература по тантра йоге по раджа йоге по карма йоге вообще литература йоговская описывает после скажем того как человек успешно прошел яму-не-яму то есть уроки и экзамены духовно-нравственного развития после этого описаны техники как выходить из физического тела переносить свое внимание в ну там это называется астральный мир в традиции в родной навный мир или мир нави в серьезной йоговской литературе это все есть есть еще в книгах по магии но там опасность того что вы не знаете с кем вы взаимодействуете и можно серьезно огрести в йоге вы действуете со своим учителем и он обеспечивает скажем вашу безопасность а в родной традиции вы действуете со своим предком который контролирует вашу эволюцию в данном воплощении и вы сами если проявите здравомыслие должны будете сделать этот вывод что никому вы и в этой жизни и в любой другой не нужны так как вы нужны своим предкам поэтому реально могут вас охранять и заботиться о вас ваши предки кто имеет детей тот прекрасно знает что его дети чужому человеку иногда развлечься или почувствовать себя благодетелем а вот каждый день 24 часа в сутки только им они нужны и никому другому такой вопрос в эфир очень пространный здравствуйте объясните свои объяснить свои ощущения сложно но постараюсь просыпает человек среди ночи открывает глаза хочет пошевелиться и не может тело будет приковано к постели кто-то или что-то держит с большим усилием возможно даже испытывает небольшую физическую боль появляются слуховые галлюцинации шумы голоса нечеткие голоса крики при этом возникает неописуемый страх ужасное сердцебиение после страха будто отпускает тело расслабляется но страх не уходит после чего уже уснуть не могу по ощущениям этот эффект длится от нескольких секунд до нескольких минут и происходило это на протяжении длительного времени несколько лет начиная с детства но крайне редко несколько лет ничего подобного не испытывала и совсем недавно все повторилось вновь вопрос в том какая природа возникновения данного ощущения как можно данное ощущение охарактеризовать что это такое испытываю осознанностное видение не практикую благодарю за ответ тоже ответов может быть очень много это ну в контакте аур можно считать с человека причину и ответить ему заглянуть в глаза только не физически а в душу через глаза тоже ответить но если очень приблизительно то вариант номер один тяжелая карма через такие страдания она гасится вариант номер два об чем-то его хотят человека предупредить его боги и предки вариант номер три человек разотождествился со своим телом а не может им пользоваться потому что не умеет им владеть со стороны находясь вниманием в навном теле вариант номер четыре он одновременно два мира воспринимает расслоившись чуть-чуть и поэтому физическим телом трудно как бы управлять а навный мир открыт если это еще номер пять в квартире так он может соседей слышать сверху снизу там сбоку плюс демонические миры воспринимать если он не очень высокого духовного полета отсюда и догоняющий страх потому что эти миры соответствующие вибрации имеют ну только как минимум шесть вариантов а какой из них нужно в прямом контакте с человеком определить в личном общении поэтому вот на семинарах проекта Рода Божия мы людям отвечаем если вы хотите слышать ложь и увидеть ложь то посмотрите какой-нибудь видеоролик о каком-нибудь семинаре и преподаватель говорит а теперь закрыли глаза и перенесли внимание во внутренний мир и делаем вот такое-то такое-то упражнение и что по видео видно что у каждого там во внутреннем мире чем люди наблюдают поэтому мы всегда говорим приезжайте и в прямом контакте получите передачи опыта от человека который этим опытом обладает а поговорить об этом можно но научиться этому дистанционно на наш взгляд нельзя так такой распространенный вопрос наверное Аркуин он задал помню несколько детских снов когда меня убивали но более не чувствовал возможно ли это из моих прошлых воплощений ты сказал что один из вариантов карма да и какая-то может быть это как раз оно и есть либо то что человек сам предполагает либо проверяют его на страх либо еще миллион вариантов то есть язык сновидений даже неосознанных это ну скажем нужно изучать индивидуально вот раньше были книжки назывались сонниками но вот эти распознавания образов даже неосознанных можно сказать калейдоскопических сновидений они тоже несут в себе определенный язык образов и тот человек который написал эту книжку для него это действие но он научился это но так у каждого своя собственная книжка должна быть написана и тогда он сможет с помощью этих образов ну разгадывать разглядывать что же предки ему подбрасывают там по чуть-чуть в виде таких микроинъекций для лучшего понимания жизни а еще лучше заниматься духовными практиками а не ездить в Москву через Владивосток согласен с тобой что должна быть уникальная книжка для каждого своя потому что когда начинают эти гороскопы для всех или трактователи для всех одни это конечно не совсем то а может быть совсем не то что нужно здравомыслящему человеку потому что каждый человек уникален так дальше Ярагор Всеслав есть ли у тебя мнение по практикам описанных работах под общим названием хакера сновидений есть это очень скажем так классные высококачественные управляемые мультики с помощью которых можно исследовать свое подсознание на страх на решительность на способность ориентироваться быстро ориентироваться в сложных ситуациях то есть ну скажем так тренажер подсознания по способности принимать ответственные решения да это в жизни может пригодиться но это навороченные скажем так полезные но тем не менее мультики вот как тренажер для автомобиля вот человек сидит перед экраном на экране едет как бы улица он держится за руль нажимает на педали да это полезно потому что потом на реальной машине легче будет выехать в город но это не выезд в город это работа на тренажере понятно дальше вопрос который я не совсем понимаю зачем человек задает но да я зачитаю как считает Сислав животные тоже видя сновидения и как на его взгляд могут выходить в осознанное сновидение вот я хочу узнать Михаил мы со своими не разобрались человеческими что даст вам то что вы получите ответ по поводу выхода или не выхода в осознанное сновидение животных вот немножко не понимаю но попробуй ответить животные сто процентов видят сны потому что их отличие от нас только в том что у них немножко иное тело и плюс степень осознанности намного ниже но кстати еще не факт что алкоголик дядя Вася может быть намного ниже по уровню осознанности чем хороший такой матерый волк или медведь зрелый это понятно да я просто хотел уточнить такие вопросы они насколько актуальны когда человек задает вопросы по поводу там животных инопланетян или еще кого-то могут они видеть сны причем осознанное сновидение или нет если мы со своими еще до конца не разобрались немножко я не понимаю мы уникальный эфир тратим время на то чтобы вот такие вопросы озвучивать и отвечать на них вопросов по существу я здесь вижу очень мало дальше Лера видела сон иду по лесу падаю в реку как у гоголя утопленца русалка сменяя шеи кто-то хочет что-то снять что я не вижу только чувство вспомнила про молитвы как сказать к Перуну страха не было но сразу проснулась как выход что это за мультик опять же вопрос ну отвечает ролик предков на страхе и способность вовремя обратиться с молитвой учебно-тренировочной ситуации ну то есть опять мы говорим не о сознательном видении мы говорим о калейдоскопическом обучении на очень простом очень простом таком уровне скажем так да дальше а вот Михаил пишет иногда они предупреждают об опасности в смысле про животных так лучше будет если ты сам получишь напрямую ответы не просто предупреждения в виде калейдоскопического сна а напрямую ответы от того с кем ты можешь пообщаться с своим родичем который перешел на уровень во много раз выше чем земной и получить ответы оттуда нежели чем пользоваться костылями только живыми костылями собачкой кошкой или кем-то еще себя надо тренировать себя ведь получается что кошки собачки во сто крат умнее чем мы люди если они нас предупреждают мы постоянно то к компьютерам то к калькуляторам то к счетам то к чему-то обращаемся но в этом случае мы забываем про свои возможности мы их не тренируем вот и о чем говорю конечно же можно себя окружить кошками собаками червями лягушками попугаями кем угодно и смотреть как там кто-то каркнет кто-то там свистнет кто-то еще что-то сделает и на них обращать внимание но от этого мы лучше-то сами станем мы мудрее станем мы чем-то научимся дальше вопрос Наталья дополнение я очень устал от тех ощущений которые описывала есть ли техника чтобы прекратить это раз и навсегда ну вот когда кто-то там душит не дает двигаться и так далее до этого был вопрос ну я позволю себе пошутить есть скажем очень серьезное средство раз и навсегда называется цианисты кали но если не шутить то нужно заниматься избавлением от страха обид нужно осознанно отрабатывать карму вот что бы мы не делали если человек не занимается каком-то каким-то из видов йоги или даже если не привычным видом йоги а любовным славлением Всевышнего Прародителя хотя и это называется пхакти-йога йога любовного служения прародителя то вот эти все вопросы не возникают потому что человек стабильно постепенно уверенно переходит все выше и выше по ступенькам своей эволюции и подобно тому как ребенок научается сначала ползать а потом ходить а потом ездить на двухколесном велосипеде а потом на мотоцикле а потом на автомобиле а потом на самолете вот так же осваивать и мир яви и мир нави а не раз от раза там заглянул в окно ох какая красивая машинка проехала вот бы мне на такой вопрос у соратника почему вы и Трехлебов говорите одно кто из вас у кого учится извините за открытость да я не скрываю что я около 20 лет постоянно задаю вопросы Трехлебову потому что он в этом деле более опытный и те вопросы которые он мне отвечал и отвечает помогают мне осознать и себя и окружающий мир он ни для кого не делает секретов просто я стараюсь сверяться со многими людьми и с ним в том числе и очень уважаю его ответы потому что они на мой взгляд наиболее реально соответствуют действительности но это я изучаю в сравнении последние эти 20 лет так вопрос в эфир Юлия Щелкова моя подруга видит духи мертвых при том что не только призраков а что-то больше мертвецов в мире яви это значит душа не нашла выход из этого мира или все увиденное можно отнести к тесной связи знакомой с миром Нави это преследует ее с детства светлого она не видит только потусторонне второй вопрос может ли быть что самые обыкновенные призраки это души высшие сон во время отдыха живого тела в этом я не разбираюсь прошу помощи и в просветлении и то и другое и третье может быть а какое из них только в личном общении можно определить но если человеку это не нравится он должен молитвенными практиками заниматься тогда это уйдет потому что видение серой Нави так скажем это говорит о том что на этом уровне вибрирует его душа на каком уровне вибрирует такой уровень и видит значит чтобы видеть лучшие миры лучший уровень нужно повысить свой собственный уровень тогда и восприятие будет повышено до светлой Нави а так могут быть и умершие которые не могут подняться вверх или провалиться вниз привязаны к этому миру из-за своих материалистических желаний или души вышедших в сон и то и другое третье а что именно только в личном общении можно ответить хорошо так следующий вопрос дмитрий а как получить благословение прародителя для словедения просто попросить как узнать что благословение дано благодарю попросить нужно искренне и перед этим привести ум в состояние молчания внутреннего молчания то есть остановить внутренний диалог тогда с помощью совести интуиции можно почувствовать увидеть услышать или ощутить ответ потому что в соответствии с психологией есть киноэстетики аудиолисты визиолисты то есть кто-то через зрительные образы получает ответ кто-то через слуховые кто-то через осязательные и так далее и так далее мы уже говорили язык взаимодействия с навью строго индивидуально и словарь образов нужно писать свой личный купите общую тетрадку и начинайте заносить а потом анализируя выстроите свой собственный словарь сейчас еще одна музыкальная пауза дальше я все-таки прошу наши радиослушатели сосредоточиться на вопросах которые связаны с осознанными сновидениями а не задавать все подряд потому что беседа наша может растянуться до утра и при этом мы никаких точных ответов не получим итак музыкальная пауза будьте пожалуйста любезны сосредоточиться на теме эфира в эфире народная славянская радио ответы на вопросы продолжаем продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио напомню по одному из современных календарей 29 декабря 2015 года вторник по одному из старинных 18 день месяца белого сияния покоя и мира 7524 лета шестица находимся в чертоге календарей говорим мы о самосовершенствовании через сновидение главный соведущий Всеслав Глоба прошу в чате задавать вопросы по теме осознанных сновидений как совершенствоваться а не как смотреть мультики для того что смотреть мультики никакого совершенствования не надо кнопочку нажал на телевизоре и сиди и смотри пока глаза не вылезут а вот чтобы развиться необходимо обладать некоторыми качествами которые необходимо развить вот давайте все-таки ближе к делу ближе к теме как чего развивать как что получать и какие-то может быть уточняющие вопросы а не просто о том какую правильную кнопку нажать чтобы посмотреть более яркий мультик Лера вопрос в эфир в России есть центр по обучению если есть то можешь сказать где он заранее благодарю ну центр это звучит очень громко есть группа единомышленников которые проводят жизнь проект под названием Рада Божия то есть мировоззрение славян-арийских похлоп и предков переданное нам через веды вот этот проект имеет сайт радобожия.org на этом сайте есть кнопочка обучения а внутри этой кнопочки расписание и там указаны 16 различных семинаров и видео тренингов и психологических тренингов в том числе и по осознанным сновидениям можно открыть программу посмотреть что входит в программу обучения каковы условия обучения какой срок обучения хорошо так значит во сне этот Максима Малюта Максим во сне появляется вибрация шум затем просыпаясь понимая что в своей комнате иногда присутствуют посторонние шумы присутствие посторонних а через момент просыпаясь по-настоящему как мне это понимать благодарю за ответ медленный перенос внимания из яви в нав из нав в яв сопровождается шумами то есть воспринимается так называемая переходная стадия переноса внимания еще раз говорю вот когда вы задаете вопросы то вы сначала прежде чем задавать вопрос себя спросите я в квартире живу или в собственном доме если вы в квартире живете то вообще забудьте про попытки осознанных сновидений потому что аура нормального здорового человека около 30 метров а это значит что внутри вашей квартире вашу ауру как вилка в розетку воткнуты ауры соседей по горизонтали сверху снизу о каких там осознанных сновидениях можно говорить если вы как макароны в кастрюле перемешаны на уровне биополя со всеми людьми и кто-то извините заружение писает кто-то любовью занимается кто-то смотрит ужастик и все это в вашу ауру накладывается и наслаивается поэтому и вопросы такие приходят вот если вы живете в своем доме в чистом месте вот тогда можно говорить об осознанных сновидениях хорошо так Павел Рижанин говорит что у его знакомого два года снят сны где он в городе говорит город его то есть его в Нави видимо может быть такое что он владеет целым городом в Нави может но один вариант скажем так он его построил то есть он бог мирославия дважды рожденный вознесенный мастер второй вариант мультик а уж какой из них ему самому решат и не просто мультик а если так это уже продолжается долгое время то это такой многосерийный мультик уже получается так дальше ну я не берусь говорить мультик это или не мультик просто так если это мультик то это многосерийный соратник вопрос еще скажите пожалуйста как понять что сон от высших предков ну тогда он будет вещи вы этого не попутаете ни с чем и более того он будет именно о смысле жизни о долге перед родом о совершенствовании себя с помощью духовных практик то есть о чем-то незыблемом о чем-то что изложено в ведах о том как жить чтобы свято быть вот критерий оценки с кем вы взаимодействуете вот когда с предками то именно вот это то есть это не просто какая-то прогулка по красивым местам или по ужастикам это давание какой-то информации передачи информации которая может быть полезна уже и в этой жизни и потом через эту жизнь в следующей жизни а не просто любование какими-то красивыми пейзажами то есть вот вот это необходимо понять мне кажется до сих пор многие не поняли так дальше почему не получается покинуть дом в осознанном выходе из тела потому что куча факторов во-первых может быть недостаточно эволюционный рост во-вторых может быть какие-то опасности в-третьих может не быть элементарных навыков в-четвертых в техногенной обстановке города это крайне опасно и так далее и тому подобное еще раз говорю когда вы смотрите мне в глаза а я вам в глаза я вам отвечу адекватно если это теоретический вопрос как бы озвученный в воздухе и нет контакта прямого непосредственно то вариантов может быть миллион вариантов ответов хорошо так следующий вопрос смотрим Лера задает а как делать духовные практики надо искать учителя тренера с ранее благодарю ближе к теме пошли вопросы ведок сказано у кого нет учителя в теле у того учитель дьявол ну в данном случае кто-то из свиты чернобога и они могут и мультики классные показывать и все что угодно но это не будет ускорять духовный рост это будет уходить уводить с тропинки поэтому нужно найти учителя в теле если нет учителя потому что это очень ответственное тогда нужно найти наставника в теле потому что учитель ученик и наставник наставляемый это совершенно разные степени духовно-энергетической близости но наставника найти легче просто человек должен быть самостоятельным и ответственным принимать ответственность за свои поступки получил совет воплотить его в жизнь честно и правильно потому что учитель в ауру свою берет ученика как отец сына или отец дочь и кармически получает удары вместо него поэтому учителям очень редко кто соглашается быть ну с большой буквы учителя наставникам легче как бы люди соглашаются быть потому что кармические удары летят тому кто их зарабатывает но при этом он имеет возможность ведающего человека получать хорошие качественные советы в своем духовном росте поэтому найдите такого если вы искренне это желание выскажите своим богам и предкам то в вашей жизни такой наставник появится да приходит время появляется тот кто нужен в это времени так дальше вопрос от Владимира Изматиевича иногда просыпаясь слушаю утренние новости я ощущаю что уже слушал их ранее хотя точно их не слышал наяву это наверное такой отголосок твоему ответу про книги которые ты там говорил что они появятся и через какое-то время не появлялись но только здесь уже очень быстро там 10-15 где-то тебя а тут прям сразу проснулся и уже как будто бы посмотрел да это может быть то что называется дежавю во время сна сместилось восприятие в параллельную реальность где просто временной поток чуть раньше движется и все там это услышал увидел а здесь в явном мире догнал на такую же похожую ситуацию но это еще раз говорю это все боги и плитки ну как бы на прогулку выводят чтобы человек увидел вот можно это можно это можно это а можно и вот это это называется ну скажем покатать на халяву извините за выражение и они это делают для того чтобы вызвать у вас интерес что этот мир не ограничен четырем четырьмя мерностями что он бесконечен многомерен огромен красивен привлекателен ну берите и прилагайте духовные усилия для того чтобы расти ну как минимум нужно купить букварь и пойти в школу а не как буратино продать букварь и идти в кухольный театр на представление ну все-таки его в конечном итоге судьба вывела рок вывел в нужное место хотя пришлось ему очень много для этого сделать и пережить так если ты упоминала здесь фамилия Трихлебова Алексей Васильевич то естественно соратник за этот вопрос а как же тогда высказывает Трихлебова про Нибиру вот наверное может быть пора уже поставить точку с этим Нибиру да поставить себе точку эту что ты скажешь ай ну это притча в языцах он сто раз говорил что у нас есть вариант когда в двенадцатом году она приблизится в определенной реальности настолько близко что возникнут все скажем так отрицательные последствия которые только можно придумать но существует веер миров и параллельных реальностей ну скажем так я даже цифру не берусь назвать бесконечное множество эти люди которые стремились духовно развиваться и стремились попасть в наиболее благостную реальность они в нее и попали и в этой реальности либо Нибиру прошла стороной либо еще не прилетела либо уже улетела короче в этой реальности вот такого отрицательного влияния она не оказывает до сих пор если учесть что Сергей Алексеев известный автор сокровищ в Альгирии написал Россия что-то будущее России или пророчество о Россиях тоненькую книжечку года три тому назад по-моему или четыре где он конкретно написал что люди путают они все думают что ну в кавычках весело будет 2012 а весело будет 2021 потому что циферки как бы кто-то зеркально увидел поэтому может быть в этой реальности в которую мы попали благодаря своим молитвам и заслугам все это либо миновало либо будет позже мы не можем это сказать это в видении богов но благодарить надо судьбу и благую карму за то что мы попали в ту реальность где не было скажем все накрыто медным тазом я образно выражаю и об этом как раз Трехлебова говорил ваш выбор куда вы попадете от ваших молитв от вашей кармы зависит если кто-то попал в благостную реальность и винит в этом Трехлебова ну это вообще уже ни в какие ворота не лезет вместо того чтобы благодарить за то что он научил как попасть в благостную реальность с помощью молитв и благих деяний хорошо Витас вот вопрос по существу подскажите пожалуйста самую бронебойную на свой взгляд технику выхода в осознанное сновидение вот наконец-то такой вопрос по сновидениям осознанному бронебойную бронебойную любая бронебойность достигается годами практики то есть нужно научиться переносить свое внимание в жарье тело и в навье тело прямо осознанно в физическом мире заручившись благословением богов и предков тогда не нужно будет дожидаться пока вы снете осознаетесь во сне вот это самое бронебойное если вы будете уметь выходить в навь прямо из бодрствования физического бодрствования навье то есть взять свое навье тело и вынуть из физического ну положив его или посадив в удобную позу вот это самое бронебойная техника хорошо Виталий вопрос эфира можно ли с помощью медитации войти в сознанное сновидение этот вопрос я уже задавал в начале и мы подробно на него мне кажется ответили а вот только что ответил потому что перенос внимания из явного тела навье как раз с помощью медитации производится дальше Николай 25 вопрос эфир помню случай в детстве ходил три дня и думал как во сне понять что ты находишься во сне и что вы думаете для дня через три снился сон гуляю с друзьями и они уходят от меня я им кричу в догонку что это сон но они не обернулись было так обидно после как проснулся особенно особо внимания не придал этому случаю что значит когда во сне осознаешь что во сне в общем сон про не сон сон с ней и так далее как это помните волшебный ламп паладина ну вот если человек осознался что он во сне он должен определиться что на самом деле где реальность если у него по усилиям воли не раз ступается вот этот мультик и он не видит мира навед ну тогда есть как бы описанная железобетонная методика во всех вспомогательных книжках на эту тему посмотреть на свои руки а из этого дальше уже действовать да кстати хорошая методика или руки или ноги свои постараться увидеть а либо будет животный страх что свидетельство потому что человек не готов видеть реальность его просто вышибет он проснется там с мелкой дрожью там в зубах и в руках либо он увидит свое навье тело и отделенное от него физическое тело и соединенные друг с другом в эсотерической литературе астральный шнур называется а в ведах это называется хара то есть духовно энергетическая пуповина вот это уже по-взрослому но для этого нужно созреть еще раз говорю если ребенок который не очень твердо ходит сунется на многополосное шоссе не на зеленый свет светофора то можно только с ужасом представить что с ним делают несущиеся машины так дальше два вопроса идут первый вопрос будешь ли ты в Риге если будешь то когда проводить семинары второй вопрос насчет Германии собираешь ли в Германию был бы очень рад благодарю ну скажем так когда прекратится незаконное преследование за в кавычках экстремистскую деятельность потому что уголовное дело началось с того что на семинар по осознанным сновидениям ввалился ОМОН и это было расценено как скажем так подготовка экстремистского сообщества только при чем тут осознанное сновидение никто не объяснил вот когда это дело будет прекращено тогда можно будет говорить о каких-то поездках куда-то а вы товарищи слушатели которые сейчас находятся в чате и интересуются вопросами осознанного сновидения так или иначе тоже можете попасть под экстремизм так что имейте это ввиду печально конечно но что делать смешно то что называется смех сквозь слезы так дальше вопрос в эфир от Виталия Всеслава Глобе а где единство множество ведь опасные вещи а я вопрос не понял ну ты знаешь когда мы говорили там что множество всех есть путей способ и так далее а где что-то единое ну единый видимо путь может быть к этому хотя додумывать я не берусь единый путь свят очтить богов и предков своих жить в ладу и в гармонии с природой жить по совести и в гармонии с природой вот это единый путь и я его уже много раз называл называется бхакти йога йога любовного преданного служения всевышнему прародителю в образах богов и предков своих там и единство и множественность одновременно это и есть Сада Божия вот уточнение по книге ты книгу называл и Павел Режайн написал эта книга называется Россия мы и мир о благодарю хорошо ну здесь тебя хвалят за остроту ума за шутки которые иногда от себя произносишь соратник вопрос знаешь не совсем по теме но как вы относитесь к вегетарианству так это вообще уже просто не понимаю ты говоришь уже только что говорил что спрашиваешь пьете вы там или кушаете трупы да и если говорят что да иногда выпиваю кушаю трупы то ты возвращаешь деньги чтобы потом человек не говорил что ты ему ничего не научил тут следует такой вопрос друзья ну вы хотя бы слушайте что говорит Сеслав прежде чем вопросы задавать ну хорошо как ты относишься к вегетарианству к вегетарианству и даже уже 3 года на 90% сыроед позволяет в холодное время года кашки и домашний хлеб без дрожжей Харри вопрос в эфир здравия Тебя Сеслав скажи есть ли дни когда сны имеют предвещающий характер предвещающий характер при чем тут дни если речь идет о том что предки решили вас предвестить о чем-то или не решили они конечно выберут наиболее астрологически подходящие дни но если есть подходящий день но нет воли предков то ничего не произойдет потому что есть же какие-то там дни в сонниках что вот там со среды на четверг или там четверга на пятницу такой сон а вот этот такой сон это вещи это вообще не вещи видимо вот и отсюда и вопрос возник и заведите себе свой личный сонник распознавая свой личный язык своих личных образов не только личных но и ваших родовых хорошо соратник вопрос а сколько вам лет очень по теме мне 57 еще совсем мальчик молодой совсем что пристаете с глупостями да я еще молодой так дальше вопрос в эфир от Юрия из Омска какие способы перемещения в мирах нави существуют или сферическая форма универсальный способ благодарю вот благодарю за такие интересные вопросы по теме способ передвижения вот то что говорили там руками махать как крыльями это самый простой но универсальный это мантра Ом она работает как ракета и в этом случае человек реально с пользой скажем применяет нахождение в мире нави то есть когда с помощью мантры Омска человек возносится как можно выше все равно он достигнет какого-то потолка потому что мир нави имеет свои оболочки ну по типу матрешки так чтобы упростить и вот до той матрешки пронизывая предыдущей он доберется которая уже его дальше не пропустит это его потолок но даже если он своего потолка данный период времени и уровня сознания достигнет то оттуда он увидит все как на ладони он увидит мироустройство вот в этом и смысл осознанных сновидений изучать духовное устройство этого мира чтобы духовно расти в помощь хорошо следующий вопрос павел рижанин вопрос в эфир всеслав уж извини курить хотя бы раз в месяц можно или это очень плохо но прежде чем ты ответишь я так сразу хочу прочитать для добора павел рижанин а воровать хотя бы раз в месяц это хорошо ну пожалуйста отвечай ну если вы хотите взять лодку и пересечь с ее помощью допустим океан и на это нужно определенное время у меня к вам вопрос если вы будете раз в неделю продырявливать эту лодку прямо в днище это будет можно на ваш взгляд или нет если вы в открытом океане это и о том что любое курение продырявливает вашу ауру и в вашу ауру гурьбой влетают лярвы курвы стервы и прорвы это не оскорбление это название астральных сущностей которые вампиризуют жизненную силу человека а так вообще конечно можно конечно можно что все и делают можно делать это осознанное сновидение где взять для этого силу и плюс к тому аура извините загажена по принципу сообщающихся сосудов значит о каком можно в верхнем мире там помышлять можно провалиться в чистилище это не проблема вот у меня один человек значит свой опыт звонил и рассказывал этим взволнованным тоном после семинара в суркуте говорит а я увидел это самое увидел как в меня впивается лярва начинает тянуть из меня жизненную силу и толстеет 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 а потом как лопнет а мне так мерзко стало я я говорит с тех пор курить перестал вот показали надо почаще наверное встречаться с патологонатами просить чтобы они привели вас на вскрытие и посмотреть как вообще выглядит изнутри курильщик выпивающий наркоман что с ними происходит с их органами посмотреть попросить чтобы черепушечку трепанировали показали вам мозг дать понюхать чем от него пахнет я думаю у большинства людей просто желание даже смотреть в сторону сигарет или выпивки вообще пропадает сразу как говорят мама ради меня обратно такие вопросы задаются интересные так дальше Юлия Щелкова как можно с вами встретиться в Москве если это возможно поговорить с вами лично с глаз на глаз ну когда закончится незаконное преследование тогда может быть я и появлюсь в Москве а когда это случится я не знаю это не от меня зависит мы уже три года пишем заявление о том что нас незаконно преследуют на эти три года в течение трех лет пишутся незаконные отписки да ну примерно такие же отписки сейчас смотрю идут в чате когда разбирают человека которого здесь в чате нет и нет в эфире и хотят получить ответы а вот тот курит а вот тот не курит а я вот думал так а я вот думал так и так далее друзья мои вас интересует как что кто-то другой делает или как вы живете вот что вам от того что делает кто-то другой если вы живете ну например не по совести то что вам от того кто живет по совести или если кто-то там делает что-то не то а вы делаете то как это анекдот знаменитый все бегут с камнями за теткой и вдруг появляется Иисус и говорит что хотите сделать забить камнями почему она там вот и начинает рассказывать он говорит ну давайте пусть кинет камень тот кто сам без греха ну все глаза потупили камешки бросили только Иисус и вдруг такой бульник вылетает этой девчушке в лоб и там наповал Иисус поворачивается и говорит мама но я же просил не вмешиваться в мои дела так давайте вот что сейчас сделаем я поставлю музыкальную паузу потому что время уже подошло и после этого наверное уже с вопросами закончим будем подводить итог нашего сегодняшнего эфира если будет конечно вопрос по теме я его озвучу но вот больше не по теме озвучивать не хочу ну устал просто извините меня пожалуйста устал озвучивать вопросы не по теме которые очевидны в эфире Народное Славянское радио ответы на вопросы продолжаем разговор продолжаем разговор на Народном Славянском радио 29 декабря 2015 года вторник по одному из современных календарей по одному из старинных 18 день месяц белосияния покоя и мир 7524 лета шестится чертог каледы в нем мы находимся и говорим про самосовершенствование через сновидение к сожалению не так много вопросов которые именно касались бы нашей темы очень много вопросов поверхностных это меня немножечко расстроило думал сейчас как нам интересные вопросы подназадают мы как будем интересно отвечать и будем интересно что-то слушать ну что есть то есть главный следующее Всеслав Глоба пожалуйста Всеслав давай сделаем так давай уже от себя тогда начнем говорить поскольку я вижу что вопросы к сожалению не совсем те которые бы вот мне казалось бы по теме давай может быть у тебя есть какая-нибудь статья или какие-то выдержки статьи или может быть свои наблюдения по поводу вот сновидений еще раз повторю то чего мы начали сон это нахождение сон наедине а он это Всевышний прародитель или как минимум Бог покровитель вашего рода который отвечает за вашу эволюцию и уроки вашего воплощения в данном мире то есть это выход перенос своего внимания предстояние предликом Бога это делается через любовь если вы любите Бога вы стремитесь к Нему и это стремление дает вам результат в этом случае вы выходите из физического тела в своем энергетическом теле и предстаете перед Богом двигатель это любовь и вот я сейчас зачитаю у нас есть свежая статья раз ты спросил есть ли статья свежая статья на сайте родобожия.org люблю ли я Бога и я сначала ее прочитаю а потом скажу когда и кем и где она написана и вы поймете что скажем так нужно делать только духовные выводы из услышанного итак добросовестный человек должен признаться себе я не люблю Бога ибо если бы я любил его то непрестанно размышлял бы о нем с сердечным удовольствием каждая мысль о Боге доставляла мне отрадное наслаждение напротив я гораздо чаще и гораздо охотнее размышляю о житейском и помышление о Боге составляет для меня труд и сухость если бы я любил его то собеседование с ним через молитву питало бы меня наслаждало и влекло к непрерывному общению с ним но напротив я не только не наслаждаюсь молитвой но еще при занятии ею чувствую труд борюсь с неохотою расслабляюсь ленностью и готов с охотой чем-нибудь маловажным заняться чтобы только сократить или прекратить молитву в пустых занятиях мое время летит неприметно а при занятии с Богом при поставлении себя в его присутствии каждый час мне кажется годом кто кого любит тот о том и говорит и непрестанно о нем мыслит воображает его заботится о нем и при всех занятиях любимый друг его не выходит из его мыслей а я в продолжении дня едва ли отделяю один час чтобы глубоко погрузиться в размышления о Боге и воспламенить себя его любви в его любви а 23 часа охотно поношу ревностные жертвы страстям моим и идолам в беседах о предметах суетных о предметах низких для духа я бодро чувствую себя в удовольствии а при рассуждении о Боге я сух скучлив и ленив если же и невольно бываю увлечен другими к беседе листящей страстям моим неутомимо любопытство о новостях о гражданских постановлениях о политических происшествиях алчное еще удовлетворение моей любознательности в науках светских художествах приобретениях о получении о коне Божьем познание о Боге о религии не делает на меня впечатления не питает души моей и я сие почитаю не только несущественным занятиям но как бы сторонним и побочным предметом коим я должен заниматься разве только в свободное время на досуге кратко сказать если любовь к Богу познается по исполнению его заповедей още любите меня и заповеди мои соблюдайте как говорит он для нас а я заповеди его не только не соблюдаю но даже и мало стараюсь об этом по самой чистой истине следует признать что я не люблю Бога не имею я любви к ближнему это вот там задавали вопрос а если тот вот тот а если вот этот вот так ибо не только не могу решиться для блага ближнего положить душу мою ради него но даже не пожертвую моей частью благом и спокойствием для блага ближнего если срываю любовью но с осуждением их разглашаю благосостояние чести счастья его не восхищают меня как собственные а совершенно как все чуждое не производят во мне радостного чувства но еще только возбуждают во мне как бы зависть или презрение вот описаны обычное бытовое сознание которое при попытках любить бога срывается на мирские интересы и страсти и написано это почти сто лет тому назад святым христианским батюшкой и нам есть чему поучиться потому что бхакти йога йога любовного служения всевышнему прародителю именно на этом и основано и осознанные сновидения и являются любовным взаимодействием со всевышним прародителем или как минимум богом покровителем вашего рода и в этом случае вы учитесь и духовно растете во всех остальных случаях вы глазаете по сторонам либо в мультиках либо не в мультиках потому что мир нави это всего лишь слой стоящий ненамного выше физического мира и стремиться надо в духовный мир к родным богам и предкам которым есть нас чему поучить для этого нужна чистота помыслов и любовь вот спрашивал человек самый мощный метод вот вам чистота помыслов стремление вверх и любовь к богам своего рода и ко всевышним универсальный способ очень универсальный так давай наверное вот что сделаем прежде чем я там еще разочитаю какие-то уточняющие вопросы поговорим вообще о технологии а как выходить в осознанное сновидение как там пребывать и как возвращаться буквально кратенько чтобы после многих вопросов которые были около до якобы о теме но касались или поверхностно или вообще были со всем стороне все-таки вот наметить канву для наших радиослушателей что лучше всего начинать вот с этого потом продолжить вот этим там находиться вот так вот так и обратно выходить в такой последовательности и просыпаться вот так потому что очень много было дано ответов но они все разрозненные хочется все-таки подвести к какому-то логическому заключению наш сегодняшний эфир тогда поэтапно этап номер один получить благословение мы уже сказали что для этого есть молитва для этого есть практика крест Будды когда вы направляете да будет любовь благость и мир всем существам вселенной на все стороны света вверх и вниз то есть вы объявили что вы не пытаетесь никому-то причинить вреда всем желаете только добра и в этом случае вы заручились ну скажем ну как минимум нейтральным отношением к тому что вы появитесь в мире существ энергетического мира второе зачем еще раз напомню баба йога это значит йогой ну как говорят баба йога но мы же понимаем что баба йога она йогой всю жизнь занималась и она страж междумирья она рано или поздно спрашивает а что ты сюда суешься дело пытаешь или от дела лытаешь ты для духовного развития сюда внимание свое направляешь или увиливаешь от уроков жизни в мире яви так вот если вы любите бога и стараетесь к нему приблизиться и духовно взрасти значит вы этим занимаетесь во время сна но чтобы потренироваться то перед сном или рано утром на восходе солнца вы отключаете все пять органов чувств в йоге как это делать описано когда отключили все пять органов чувств от материального мира сконцентрируйте свое внимание на боге через ту чакру которая наиболее для вас активна потому что невозможно сказать через какую у всех своя активна наиболее и через эту чакру перенесите внимание в готовности воспринять то что ваш родовой бог или родоводитель или предок который за вами печется вступит с вами его взаимодействия то есть нужно отключить восприятие внешнего мира отключить ум потому что он как бетономешалка крутит внутренний диалог и он не дает вам воспринимать высшие миры вот когда ум научитесь останавливать то от межевавшись от внешнего явного мира сконцентрировавшись на внутреннем мире через внутренний мир с помощью совести и интуиции стоящие за пределами пяти органов чувств перенести свое внимание в божественный мир это будет выглядеть как допустим вы открыли дверь а играя там в детской игровой площадке комнатки открыли дверь а папа в кабинете сидит и пишет какой-то там научный труд и вы спрашиваете папа можно войти папа можно позадавать тебе вопросы папа ты мне покажешь и расскажешь то что ты умеешь и папа не откажет вот для чего нужно осознанное сновидение чтобы об этом у Бога спрашивать научи покажи если же пять органов чувств вы не научились отключать то есть образы и звуки внешнего мира входят в ваше сознание значит учитесь значит рано а если научились но не можете мозгомешалку ума остановить значит тоже рано учитесь останавливать мозгомешалку ума это называется быть здесь и сейчас то есть мимо йоги пройдете и если вы айог с помощью йоги айога это связь с прародителем со Всевышним вот поступенчато если вы научитесь это делать тогда вы научитесь и внимание переносить на божество то которое вам наиболее близко самое близкое божество это ваш родоводитель тогда вы и спросите мысленно отец небесный расскажи научи покажи вот это и будет тотик хорошо хороший мне кажется ответ дан поэтому если еще какие-то вопросы есть по существу то пожалуйста задавайте если нет тогда я зачитаю те вопросы которые поступили уточняющие и наверное будем уже подводить к сегодняшней встрече Юрия из Омска он уточняет опять же в сферической форме впитываю некую невидимую мне энергию поток просто хлещет внутрь чем это все может грозить и полезны ли такие впитывания он задал вопрос помнишь про сферические формы когда выходят из тела если вы не знаете кто вам дает энергию значит у вас нет уверенности в том что с вас потом не спросятся вы должны знать с кем вы общаетесь и причем наверное неважно сферические это решение брать кредит или не брать кредит а то проценты будут такими что себе дороже и причем неважно здесь сферическая какая-то форма или не сферическая где вы находитесь в самом вопрос форма для миронави значение не имеет значение имеет вибрационная характеристика энергии то есть с какого уровня энергия идет сверху снизу и так далее дальше Михаил соглашается с тобой что основная проблема у всех в осознанном сновидении это то что многие живут не в своих домах а живут в квартирах где множество помех в выходе в осознанное сновидение Павел Режань вопрос эфир Сеслав почему когда я молюсь четко эффекта намного меньше чем молитва просто с концентрацией на себе очень извиняюсь за вопрос не по теме да это как раз таки по теме просто возможно идет отвлечение на физическое действие руки вот и все но дело в чем на краткую молитву скажем четкие и не нужны то есть если есть искренняя краткая молитва то они действительно могут отвлекать но есть же еще мантры вот сейчас готовится к проведению новый семинар по тандра йоге и есть учебник называется инструменты тандры так чтобы добиться благосклонности одного из богов по нескольку тысяч раз произносят мантру а тут попробуйте кого-то заставить хотя бы один круг сто восемь раз начитать или славяно-арийский круг 144 раз то есть вход в небесный мир кстати вот то что я зачитывал это один из оптинских старцев рассказывал своему духовному ученику то есть святой человек поучал в христианстве но ведь в любой духовной практике молитва мантра медитация это ключ к небесному миру и чтобы небесный мир всерьез вас воспринял нужно проявить усилие усидчивость поэтому тут без чёток ну просто никак потому что откуда вы знаете сколько вы начитали нужно уметь отключать скажем так восприятие от руки так чтобы оно не мешало но это с практикой приходит ну и в заключение всё-таки оставил я ответ который про таблетку от жадности одну большую и побольше да чтобы и почаще Витас вопрос первая бронебойная техника выхода в осознанность наведения сложна можно ли озвучить простейшую технику которая осилит новичок и если можно то же самое для заказа мультиков вот как раз мы с тобой в паузе музыкальной об этом говорили сейчас предоставляется возможность это озвучить ответить Витасу я думаю многим другим мультик если хотите себе заказывать заказывайте какой-нибудь поучительный мультик вот а самая простая техника выхода в осознанное сновидение это петь мантру ом перед сном но хотя бы круга три после этого ложиться спать может быть боги и предки ваши соблаговолят и прокатят вас в небесный мир и вы почувствуете что вам есть к чему стремиться а мантра обеспечит вам самостройку с ними если в вашем сердце есть любовь то они обязательно ответят а без самостройки вы просто провалитесь в какой-то нижний мир и ну это будет для вас опасно поднимать вас вверх а мантра вам позволит настроить свою энергетику чтобы не опасно было поднять вас сверх я к чему задал этот вопрос про таблетку от жадности потому что как раз когда мы с тобой говорили мы пришли к такому выводу что современные люди привыкли к тому что дали какую-то таблетку дали какой-то костыль дали какую-то четкую инструкцию и не надо никаких усилий со своей стороны просто дернул за рычаг нажал кнопку и ты уже ощущаешь кайф там проглотил таблетку понюхал чего-то вот это принцип наркомана мне кажется а наркомания она всегда наказуема человек разрушает сам себя он не понимая что делает вводит себя в состояние когда потом приходится платить по долгам и вот как раз когда человек говорит ну это сложно вы мне дайте более простой вот дайте мне таблетку я ее съем и сразу прозрею сразу у меня третий глаз там намылится где-то на каком-нибудь месте сразу у меня ясновидение откроется ясноуханье и прочее вот проблема современных людей она мне кажется в этом вопросе очень четко отражена вы мне дайте что-то попроще что вы там не заставляете петь какие-то мантры по сто сколько-то там раз или по триста сколько-то там раз тем более перед сном когда я уже спать хочу вы меня заставляете в какую-то йогу ходить вы меня заставляете какую-то медитацию проводить над самим работать что вы так ерундой занимаетесь проще что нельзя что ли вот дайте мне простое и я сразу стану мудрым и тогда все у меня все проблемы решатся вот мне кажется этот вопрос отражает наше современное общество как ты думаешь абсолютно ты прав на сто процентов потому что если брать образы то можно так сравнить едет мальчик на трехколесном велосипеде или девочка не важно одной рукой держится за руль другой рукой ковыряется в носу и задает вопрос а дайте мне инструкцию самую простую чтобы поуправлять там штурвалом современного истребителя с вертикальным взлетом и посадкой и вот демоны могут в качестве стёба они же любят впитывать энергию страха и страдания могут посадить за штурвал такого истребителя и сказать ну вот ты уже летишь пожалуйста потренируйся и человек когда осознаешь что вот сейчас одна неверное движение или неправильно нажатая кнопка и он в хлам просто разлетится вместе с этим истребителем руки в одну сторону полетят ноги в другую голова в третью вот тогда только он осознает что это не детский трёхколёсный велосипед ну урок иногда такой полезный для того чтобы стремиться пойти скажем в лётное училище и пройти в первый курс второй третий пятый получить диплом потом лётную практику и всё-таки тогда получить опыт и возможность сесть за штурвал хотя бы просто самолётом а не а уже потом когда-нибудь военного истребителя с вертикальным взлётом и посадкой но когда дают возможность проучить то есть они получают энергию страха они поели а человек понял что нужно достигать усилиями и любые святые всегда говорили царствие небесное берётся усилиями и любовью и усилиями души а не усилиями тел наверное у многих здесь в чате возникло ощущение что сегодня какой-то злой некачественный потому что вот так неоднократно себе позволяю высказываться в сторону наших радиослушателей что не задаёте вопросы по теме пишите какую-то ерунду здесь вот написала Лера Всеслава благодарю за ответы на вопросы очень помогли пусть и глупые всех благ вам Алексей поверь если бы мы хоть на первой ступени стояли нас бы здесь не было вот хочу сказать что я злой некачественный почему потому что мне просто жалко даже не своего времени а жалко времени на то что есть уникальная возможность позадавать вопросы которые более важны вам сейчас нежели чем о том что вот у меня в носу зачесалось Фислав что такое это может быть или как в анекдоте помните ежик подходит сове а сова если у меня правая рука чешется к чему это ну правая рука денег получишь а левая ну там отдашь а если ухо правое ну что-то хорошее слышишь а левое что-то плохое слышишь а у меня нос чешется значит что-то унюхаешь а у меня слушай ежик иди ты помойся в конце концов вот из этой же серии не думайте я вообще-то мягкий и пушистый и добрый и качественный иногда бываю просто мне иногда обидно за то что мы время тратим не совсем на то что вам было бы может быть более полезно хотя утверждать что вам полезно тоже не имею права потому что каждый проходит свой путь может быть на самом деле это вам полезно вот хочется сказать вот что человек конечно же должен спрашивать у людей о том что они ощущали когда рождались на свет что они ощущали когда умирали что они ощущали когда ели халву что они ощущали когда пили боржоми там еще что-то но уверяю вас все это только намеки на то что нужно вам это или не нужно но вы никогда не ощутите вкус халвы во рту если сами не попробуете никогда вы не ощутите что такое переход через меру в смысле смерть пока сами не перейдете человек сам рождается и сам умирает сам живет сам накапливает опыт вы конечно можете с другим обменяться мнением но это будет всего лишь на все мнение другого человека это будет отголосок чужого опыта это не будет сам опыт и этот отголосок Он вам не даст всей полноты ощущений И, что самое главное, он вам не даст того, что вам необходимо Знаний, ведания Человек сам должен это все познавать Поэтому, когда мы сейчас с вами собрались Достаточно было, наверное, уточнить Скажи, пожалуйста, вот последовательность Я вот появился на свет Последовательность, что я должен делать? Тебе ответили, ты должен самосовершенствоваться Вот через это, через это, через это Делать можно вот такие, такие, такие-то поступки Обращать внимание на это, на это, на это Стараться отходить от этого и так далее и тому подобное То есть, если вы хотите узнать опыт более ведущего человека То хотя бы так А не спрашивайте, а вот я полетел туда-то И почувствовал это и так далее Это мое, опять же, мнение Оно не может быть для вас опытом Но это взгляд со стороны, уж извините меня, пожалуйста Итак, давай сегодня, наверное, будем подводить итог нашей встречи Но перед тем, как мы пожелаем всем всего самого доброго Да, коснемся, наверное, вот чего Я уже напоминал в предыдущей передаче О том, что 4 января будет 40 дней со смерти Очень замечательного ученого Прекрасной, доброй женщины Светланы Васильевны Жарниковой И мы попросили всех, кому не безразлична Деятельность этой величайшей женщины Которая первая сумела защитить диссертацию в России На нашу древность И которая в открытую начала впервые говорить о многих вещах О том, что многие даже боялись заикаться Вот если вам это не безразлично все То есть у нас анонс Зайдите на сайт в раздел анонсы Там вы видите фотографию Светланы Васильевны И написано 40 дней Так вот, специально подготовлен автоответчик в скайпе Где вы можете со своего скайпа Это совершенно бесплатно Позвонить на указанный автоответчик И сказать какие-то свои мысли По поводу этого замечательного человека По поводу этой замечательной женщины Поделиться своими впечатлениями о том Что произошло в вашей жизни Когда вы увидели ее труды Услышали ее лекции Прочитали какие-то ее статьи Какие у вас впечатления? К чему вас это сподвигло? Вот если вы это сделаете сегодня, завтра То мы постараемся ваше высказывание Включить с 4 числа в живой эфир И уверяю вас, что вот в этот день Все добрые мысли, добрые высказывания Которые высказали, которые услышат другие люди Они будут очень полезны Всему нашему славянскому миру И Светлане Васильевне Жарниковой Потому что сейчас проходит Как раз заключительный этап Очень важный для нее Для становления в новом мире Вот пожалуйста, Сислав Если у тебя есть желание Возможность сейчас об этом сказать Продолжите тему, которую затронул Несколько слов скажи, пожалуйста Я очень рад, что вы Скажем, помогаете людям узнать О Светлане Васильевне И о ее научных открытиях В области нашей народной традиции И я полностью поддерживаю эту инициативу Мы тоже с соратниками проекта Рода Божия Обратились к гражданам С предложением провести на 40 дней ее ухода То есть 4 января и на годовщину Затем 28 ноября Медитацию И пение мантры Ом И вот духовную заслугу От пения мантры Ом Передать душе Светлане Васильевне Как дополнительную Скажем так силу Для подъема Наиболее высокий духовный мир Которого она заслуживает Потому что она столько сделала для Родины Своими честными Открытыми обнародованиями Величие культуры наших предков Что больше нее Я не знаю, кто сделал Ну понятно, что больше нее сделали Там другие люди В других областях Но речь идет о традиционной народной культуре Русского Севера О Гипербореи То есть она впервые в ученом мире Заговорила о том, что существовал материк С которого на Северном полюсе С которого мы переселились В Гиперборею То есть В верхнюю кромку Вот бывшего СССР И в данном случае Вот Архангельскую Вологодскую область В том числе Кольский полуостров Где немеряное количество Артефактов Величия Уровня сознания И культуры наших предков И об этом все боялись Говорить вслух А она говорила вслух Всю свою сознательную жизнь Писала об этом книги И благодаря ей Мы теперь имеем возможность Иметь научные Утверждение того Что веды И русская традиция Я имею ввиду Русская это Всех славян и ария Неважно где они живут Славяно-арийская традиция Народная традиция Совпадает с тем Что написано в ведах Это подвиг Потому что Она с помощью Исследования гидронимов И топонимов Доказала Фактически Что Махабхарата Описанная в Индии Происходила В Волжско-Окском бассейне И что это Полностью Говорилось О наших предках И не только Махабхарата Но и Рамаяна И Ну Ей нужно было Ставить памятник При жизни И на руках И уносить За то что Она рассказала Что мы не С деревьев слезли И не лаптем Щи хлебали И у нас было Величайшее Наследие Духовное Которое мы Утратили И сейчас И имеем Возможность Постановить Поэтому Я надеюсь Что здравомыслящие люди Поддержат И вашу Инициативу И нашу Потому что Это наша Общая Инициатива Таким людям Помочь Вознестись За их заслуги В небесный мир А помощь То простая Попеть мантру И эту Духовную заслугу Даровать Ей Вы себе Ещё Напоёте А ей Это сейчас Очень нужно Потому что Эти этапы Перехода Три Девять Сорок Дней И годовщина Ну Это в славянской Книге Мёртвых Описано Потому что Все слышали Каким-то Краем уха Тибетской Но ежеславянская И славяно-арийская Это соответствует Этапам восхождения И на каждом этапе Помощь От сердца Будет всегда Полезна Тем более Столько удалось И пережить И пришлось Пережить От Нападок Со стороны Учёного мира Тех Кто Хватался Там Защищать Свои портфели И свои диссертации Я уже Молчу Об этом О том Что Скорее всего Ей помогли Так рано Уйти Потому что По возрасту Ей было Ещё рано Уходить Из этого мира Ты знаешь Меня тоже Преследуют Смутные сомнения Как говорил День героя Одного известного фильма Что Так как-то Прям Очень Рано Она ушла Из жизни И ушла Она после Некоторых Очень Серьёзных Заявлений О нашей Древности И вот Как раз Сделаны Нарезки Многие Нарезки Сделаны Из её Выступлений Коротенькие По пять минут Которые будут Четвёртого Января В нашем эфире Крутиться И вот Если вы будете Слушать То наверное Поймёте Что её уход Это не совсем Просто так Но опять же Сделано дело И она Сама тогда Заявила Что теперь Меня уже Поздно убивать Потому что Уже Она много Что сделала А нам надо Делать выводы Нам надо понимать Что Если Человек Ушёл из жизни И как бы Это было Не печально Для Для окружающих Но В этом Нет Даже если Уход из жизни Произошёл Скажем так Не совсем Вовремя Как нам Это кажется В этом Нет ничего Печального Это То что Может быть Необходимо Для этого Человека И Уход Надо Использовать Для Блага Всего Славянского Мира И в первую Очередь Для неё Самой Потому что Здесь Взаимосвязь Мы помогаем Всегда Своим Сородичам Найти По компасу О котором Всеслав Говорил То куда Надо следовать И куда Надо стремиться После Выхода Из явного Мира Они В свою Очередь Всегда Помогают Нам Мало Того Этот человек При жизни Уже Всем Помог Заочно Много Раз Поэтому Не будьте Бездуховными Бездушевными Созданиями Поимейте Совесть На сайте Рода Божия И на сайте Народного Славянского Радио В разделе Как я уже говорил Анонсы Представлено Достаточно Много Дополнительной Информации Как В этот День Что Можно Сделать Чтобы Помочь Вячеславне Васильевне Как Какие-то Может быть Молвления Произносить Более Правильно Что Такое Тризна И так далее И тому подобное Не постесняйтесь Не поленитесь Сделайте Доброе Дело Тем самым Мы сделаем Мир Лучше Ну что ж Давай прощаться С нашими Радиослушателями В заключение Как всегда От себя Заключительное Слово Какое-то Ну Если Скажем У кого-то Возникнет Мысль Что Я тут Слишком Много Христиан Святых Батюшек Цитировал А это Была Цитата Из книги Кровинные Рассказы Странника Духовному Своему Отцу То В дополнение Противовес Неправильное Слово В дополнение Я могу Сказать Ведическое Наставление Изложенное В Бхагавадгите В данном Случа Речь Идет От лица Аватара Бога Вышения От Бога Крышения Вот он Говорит Арджуне Великому Воину Дважды Рожженному Который Умел Переносить Своё Сознание И в Нави И в Клубе И в Клубе И в Дивье Тела То есть Он Владел Осознанными Сновидениями Вот Крышень Говорил Так Вне Йоги К Разумным Себя Не Причисли Вне Ясности Нет Созидающей Мысли Вне Творческой Мысли Нет Мира Покоя А где Вне Покоя И Счастья Людское То Сердце Что Радостей Алчет И Просит У Слабого Духа Сознание Уносит Как Ветер Стремительно И Невозбранно Уносит Корабль По Волнам Океана Так Знай же Могучий На Битвенном Поле Там Разум И Мудрость Где Чувства Вне Воли То есть Имеется Ввиду Под Контролем Вот Когда Чувства Будут Под Контролем Сердце Будет Любить Бога И Разум Будет Здравомыслен И Человек Будет Заниматься Йогой То Осознанной Связью Со Всевышним Прародителем Вот Тогда И Можно Серьез Думать Об Осознанное Сновидение И Желаю Вам В этом Успеха Хорошо Мне остается Напомнить Только что У нас Сегодня На календарике 29 декабря 2015 года Вторник По одному Из современных Календарей По одному Из старинных 18 день Месяца Белого сияния Покоя мира Шестица 7524 лета Мы находимся В чертоге Каледы На сегодняшний момент Говорили мы В эфире О самосовершенствовании Через Сновидение Главный С ведущей Всеслав Глоба Желаю Вам всего самого Самого доброго До новых встреч Услышимся Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok